Привет, ребят! Сейчас я буду вспоминать очень длинную историю, ибо это будет история об очень длинной, о самой длинной. Было это у моего друга Влада, который жил со мной в одном коридоре, он в первой квартире, я в пятой. Я прихожу к Владу, стучу в дверь, открывает ему мама, я говорю, Влад, дома, а его нет, он на улице. Но мой взор всегда магнитила она, била все мыслимые и немыслимые рекорды красоты. Знаете, ну она была сказочная сама по себе, у неё такое замечательное, очень мягкое. Разумеется, третий это классика, но поскольку в деревне мне давали, давали, ну естественно, не целыми же днями мне давали. Я, вот я сижу, Влада нет, я сижу, я не могу. И вот когда уже просто желание накипело, уже хотелось. Вот знаете, бывают такие моменты, когда просто, ну вот, вот душа желает, горит просто, вы уже рядом, вы уже вот, до неё протянуть руку просто. Я впервые в жизни просто, я не знаю, что на меня нашло, собрал всю свою наглость в своём кулаке, и говорю, тётя Лариса, а можно мне пока Влада нет? Я не помню, к сожалению, её выражение лица, и с какой-то нацией она это пронесла, может, она вообще ничего не пронесла. Но она практически безо всякого, это ради бога. Взяла, и Влада нет. Я вообще сижу, о-о-о, ну всё, мечта была, душа жаждала, и она душа получила. Это было просто восхитительно. И вот я использовал дудочку, мы их называли именно дудочками, хотя, конечно, она была огромная, она была просто необъятная на самом деле. Я не помню даже, чтобы я Владу тогда показывал. Ну, в общем, неважно. И всё, пошло как по массе. Мы с чём-то где-то доходили дальше. Меня ждало не что иное, как две трубы. Первая труба вела назад, и полная неизвестность передо мной. Я стремился к этому годы. Я использовал с таким упоением и наслаждением эту дудочку. Честно скажу, раза два или три за всё время. Это было, блин, ну все это обожали делать, ё-па-ра-с-а-тэ. Я думал, Влад, погуляй ещё, а я ещё тут. Влад пришёл где-то минут, наверное, через 30, через 40. Блин, ну, были такие в детстве разочарования, конечно. Ну, не мне вам рассказывать. Естественно, мы тоже с этим сталкивались не раз. И вот однажды он показал мне свой... Я не видел никогда такого огромного... Это первый, первый и 10 раз я такое видел. Это был вообще уникальный случай. Ну, конечно, да, представить такое себе невозможно. Об этом можно только откуда-то узнать. Потому что это было обалдеть, какая она была длинная. Она сразу стала... Она представляла себя такую огромную, такую масштабную. Она была очень длинная и очень огромная. Вот у него собирались толпами. Короче говоря, к Владу я ходил в те времена очень часто. Вот, как я уже сказал, у него единственное там всё огромное. Ой, как мы его обожали, если не представляете. Да вы, наверное, тоже его обожали. Я просто... Я охренел от неожиданности. Ни хрена себе. И, разумеется, я думал, что все остальные тоже. А как-то раз я пришёл к Владу, он был дома один. Мы знали, что его родители на работе, но страшно хотелось. И вот, знаете, он должен меня не спрашивать. И я беру... Это было круто, на самом деле. В общем, мои друзья были в курсе, что я такой... И всех тянуло к Владу. И меня в том числе, само собой разумеется. И мы бегали к нему табунами. Но Иля, как он уже сыл таким чуваком, который всё узнал, он такой, ну мало ли, давайте попробуем. Я брал частенько у Влада. Не знаю, откуда он узнал, но вот он узнал. Ну мы такие, ну ладно, давай попробуем. Мы пробовали, я не знаю, десятки раз и по очереди. Вот так вот, по кругу, вот так вот, постоянно между нами ходил. Я помню, что вот мы первый раз попробовали. Чёрт возьми, это было! Это мы вот так сидели. Нихрена себе! Это блин! Вот у всех просто челюсть до пола отвисла, понимаете? Мы засели опять долбиться. О боже! Я думал, вот блин, вот это столько ещё я потратил времени. Я даже сам не подозревал, что у меня уйдёт столько времени. Я уехал домой, я помню, что когда я приехал домой, уже был заполненный до отказа. Я тоже собирал у себя свои друзья. Я говорю, пацаны, блин! Первый я Илья рассказал первому. Илья, блин! Там ты не представляешь, какой там охренительный... Он такой вообще пипец! Я даже помню, что я ему с тетрадкой, карандашом нарисовал его примерное строение. Вот эту вот рожу, как бы с открытым ртом входом. После того, как я приехал в деревню, я снова начал долбить. Ой, блин, ну... Ну, это было неповторимо. Это, поистину, было неповторимо просто. И вот, я помню, что когда я тогда приехал домой, опять у кого-то из друзей мы засели. Не помню, у кого, не помню, правда, сколько мы тогда долбились. Вот, но я помню, что мы и с Пашкой. Ну, вообще, мы со многими пацанами здесь. Вот, но вся эта идиллия продолжалась где-то до 2001 года. Я дал одному самому приятелю. Приятель дал еще какому-то приятелю. И я просто дал его другу Андрею. Андрей дал еще кому-то. Подолбившись несколько раз, мы, наконец-таки, забили на это. А я потом спрашивал, Дрон, если он тебе так нравится, ради бога, забирай. Я обозрусь, наверное. Он будет вот так вот ходить вправо-влево. Ребят, это, безусловно, самый качественный счет, который я когда-либо видел. Он просто выжимает все, что можно. Еще какие-то новые сюрпризы. Это было поистине великолепно. Если бы мы не знали про дудочку, то, наверное, нам было бы не так интересно каждый раз. Мы бы не так часто начинали. С вами был Квиноман. Я жду вас. Заходите. Всегда будет интересно и весело. До скорого. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok